МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГОМЕЛЬСКИЕ УСТАНОВЫ АХОВЫ ЗДАРОВЯ Завтра проставники делегации будуть выучать працу свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. А 5 мая они наведують Кармянске и Чачерске районы. Сьогодні ж гости побывали у широку установ АХОВЫ ЗДАРОВЯ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРА. Пасля гэтага отбылось знайомство з материально-технічной базой Палаца водных видов спорту, Лядовага Палаца и Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннисе. До речи члены делегации высоко оценили узровень спортивных пляцовок. Мы приехали в первую очередь с целью развития сотрудничества в социально-экономической сферах. И спорт изначально не входил в наши планы, но увидев спортивные объекты и их потенциал, появилась идея предложить местным организациям разработать совместные мероприятия по сотрудничеству. Завершится визит подписанием пагадненья об гандлёво-экономичным, навуково-технічным и гуманитарным супрацовністве поміж мэры города Парма и гомельским гарвы Канкамам. До інших тем. Масовую сяубу яровых культур на гомельщине плануються завершить до 15 мая. Подадзенных комитета по сельской господарции и харчаванне, селетняя пасевная кампания проходить у оптимальные агротехнічные терміны. Наприклад, яровые колоссовые были посеяны еще у середине красавика. Прикладна на полове запланованных площу посаджена бульба. Основный фронт работы размещены на полях, яке призначены под сяубу кукурузы. У совязи с больш позднему правнаннень с минулым годом термином початку работ назирается отставанне. На дадзенный момент культура посеяна амаль на 120 тысячах гектаров. До прикладу на отповедный период 2015-го гэта личба достигала 200 тысяч. У совязи с чем полное завершение массовой сяубы зрушивается на 7-8 дюн. Зараз яровые культуры посеяны больше чем на 320 тысячах гектаров, что складает приблизно 60% от доведенного задания. Гомельский областный музей военной славы подрихтовал до Дня Перамоги специальную программу. На ведвольников чекают полевая кухня, концертная программа и интересные экскурсии с демонстрацией уникальных экспонатов. Что можно увидеть только в Гомеле, ведая Олег Синцерову. У Гомельским областным музеем военной славы у кожного экспоната своя история. И навык, когда сама по себе речь не заявляется редкой, я е уникальность у падеях, яке с еею связанное. Гомельский музей напыл на один и на постсоветской просторы, где демонструются одразу две высшейшие узнагороды червоного крыжа, международные золотые медали имя Флоренс Найтингейл. Причем гэта не дубликаты, а соправдные и вельми редкие узнагороды. У Белоруссии их отрымали у сего шесть удельников великой очины, сяру таких Софья Голухова и Мария Горачук, представницы Гомельской области. Голухова, например, на той войне потеряла левую руку и была ранена обе ноги. Во время боев за два дня она вынесла свыше 40 советских бойцов. И вот при эвакуации одного из раненых сама получила тяжелые ранения. Пистолет, за каким прошел войну, герой Советского Союза Рыгор Денисенко, яким чином у него отрымался покинуть у сябе, а потом заховывать эту сброю. Теперь, напевно, уже никто и николи не доведается. Меч служащиха караульной службы державы Банджоу-Го 30-х годов минулого ста годзя. Сегодня таких усвете у сего некакий одинок. До речи у Гомельского музея военной славы заховывается особистая речь одразу двух маршалов Советского Союза – Константина Рокоссовского и Дмитрия Язова. Вельми редкий экземпляр – папаха опошнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, якою ее особисто передав в Омельский музей. Тот же, до речи, можно увидеть и холодную сброю Дмитрия Тимофеевича, на якой написано «Маршалу Советского Союза Дмитрию Язову от Сяброу 2010-й год». Есть на что поглядеть и на открытые процессы. Причем, некоторые экспонаты у музея плануюсь зарабить литерально открытыми для наведывальников. У первой червы – это третия боевых самолета Су-25 и вертолеты Ми-8. Когда планы реализуются, то наведывальники смогут трапить у кабины гэтых машин и подсправовать себе у якости виртуальных летчиков. У музея уголь великие планы, якие, поколь, стремлюются отсутностью свободных площадь. У свой час тут мерковались творить у разных частках Гомеля свои саблебые филиалы, присвеченные автомобильному транспорту, авиации и партизанскому руху. Але с гэтых, на жаль, ничего не трымалося. Зараз обмерковываются іншые варианты. Тесно, но плотненько. Поэтому, конечно же, если пополнять коллекцию нашей открытой площадки, крупной техники, образцов, военно-вооружения, то, безусловно, сегодня требуется нам расширение, создание новых условий, новых площадок. Олег Синчаров, Валерий Капанько, телерадо «Компания Гомель». С 90-годовым юбилеем ветерана Великой Айчинной войны Марию Петровец. Только ширые и добрые слова подяки за героичный подвиг и працу послевоенные часы прагучали от простойников улады, громадских объединений и молодей. Мария Данилауна народилась 1 мая 1926 года у везцы Салтанова Речицкого района. Тут гэтая отважная жанчина и сустрела Великую Айчинную. Ей пришлось пройти долгий шлях по дорогах войны. Самые жудостные военные деньни у истории нашей родимы покинули свой отбиток, однако не зламили моцную духом Амарию Петровец. Будучая школьницей у лютым 43-го, она пройшла трохмесячные курсы медсестер у Речицы, пасячаго одельничала у вызволенни Гомеля и Бреста. Разом с советскими солдатами дайшла до Германии. У послужным списе шматлики военные узнагороды. Есть у биографии Марии Петровец и такие знаковые факты, как знакомство с маршалом Константином Рокоссовским и уластный подпис на Рейхстагу. Мы дошли до Рейхстага, уже подняться и написать нельзя было. Настолько все было списано. Солдаты, кто мог туда попасть, все писали свои фамилии. Но капитаны говорят, давайте поднимем машу, пусть она напишет. Меце М.С. Меце Страйда. Петровец М.Д. Я написала. День карьеры провели сегодня для курсанта у Гомельского кадетского училища. У войсковой части 55-25 старшокурсники могли подмацевать свои навыки и ближе познайомиться с профессией военных. Зараз у кадетским в училище коля 200 навученцев. Гэта рабяты, які пройшли серьезный отбор и показали выдатную физичную падрыхтовку и добрые школьные веды. Потенциально яны будущие оборонцы Айчыны. Проводить для кадетов дни карьеры стараются як мага частей. Гэта свой особливый экзамен от девчих войсковцев, які допомагают знайсти и удалейшим выкаранить слабые места у падрыхтовцы. До того ж, гэта выдатная макчымасть ближе познайомиться со службой у армии и внутренних войсках. Прыкладна палова курсанта у пасля заканчэння в училища звязывая свое жыцё с армейской службой. Многие протягивают семейную традицию. У дятей офіцеров в училища корыстается особливой популярностью. В основном дети у нас мотивированы, те, которые мечтают быть защитником отечества, хотят пойти по линии, может, родительской. Будучи у нас в кадетском училище, они уже выбирают себе специально, с кем они будут. Или пограничники, или будут во внутренних войсках, или пойдут в УВД Гомельского сполкома, или в другую структуру силовую. Старожитный обрад в Адженне Сулы прайшоу у вёсцы Маркович и Гомельского района. Традиции уже не одностагодзе. Адрадзили ее усяго девять годов тому. На этот раз у святкованні приняла удел Амаль уся вёска. Сюроду дельников была и наш корреспондент Ганна Ковалёва. Особливый танец под обрадовую песню за тым целый километр. Пешу и стольки ж вакул вёске. Старода у неё брат в Адженне Сулы после долгого забыття знов почали проводить. По традиции святочная шесть идёт на другий день после Великого дня. И долучаются до яго у сежихары вёски. Мы идём из вёске Ходичева. И заводим уже там, кривого тонка. Нехай там у нас мало людей, нехай там три девочки. Але мы робим так, як робили наши протки. Потому что у любой справы повинен быть сенс. Я нечу, что это треба одновлять, это треба не подтримливать. Кожный год обратно отрымливая у мясцовых жахаров усю большую популярность. Для поравнания у минулом ходе до шестя долучилось и некольки сотен человек. У гэтам уже больше запал тысячи сародактивных удельников, наученцы мясцовой школы. В 90-х годах, в минулых 100 годах, яны почали займаться краезнауством. Именно в это дякуючу настауникам обратно и отрымал другое житё. Когда мы начали в 90-е годы заниматься вот этой работой краеведческой, историкой краеведческой, у нас одна учительница, Герасенка Мария Александровна, которая непосредственно занималась этим вопросом, она придумала лозунг «Прежде чем поздать Америку, познай свою малую родину». Дети интересуются, детям нравится эта работа. И они отлично участвуют. Мы их не заставляем силой. Наоборот, они сами желают. Пунктом прибытия стала миновита школа. Подорожников сустрели великодными яйками и кулючами. Тут же для их пройшел святочный концерт. Убачить всё это на свои очи и зафиксовать. Сюда проехали историки с Гомеля. По их меркованне при адраджиме старода у них традиций, головная – это наявность рода удельников, как старожила у вёске, так и молодого поколения. На углу навукуцы доследовали Амалю Сюгомельщину. И в разных ее районах зафиксовали подобный абрад. Есть даже фотосдымок 1960 года с вёсками Марковича, где видят, что женщины ещё вводят в Сулу. У Марковича всё доброе отримать, потому что некоторые вёски мы, на жаль, фиксуем, есть носьбитые традиции, а нема пероемников. Тут активизовалась школа с детками, молодцы, самые разные взрослые. И им пожадать, конечно, более працевать с самими бабулями, женщинами, информаторами. Один из аналогов марковичского абраду – это ветковский абрад под названием «Пахование стралы». Дараючи у некоторых словников, сула перекладается минавито, як страла. Однако, коли ветковская традиция уваходзіць у спис историко-культурной спадшины Беларуси, то марковицкая – пакульне. Их это падает одно из головных жаданей у старожилов этой вёске, якое молодое поколение Махчыма допоможе ему в особице уже в наступном годе. Ганна Ковалёва, Валера Игапанько, телерадо «Кампания Гомель». Заслуженные узнагороды отримали гомельские хоккеисты, причем усіх узростов и лих. У лядовым палаце отбылась церемония узнагородження команды «Экстралиги», высшейшей лиги и юнацких команд хоккейного клуба «Гомель». Призовых местах у минулым сезоні у рысів достатково. Перед церемонией узнагородження у фае палаца организовали аутограф-сесию гульцов команды «Экстралиги». Любый жадающий мог сфотографоваться со своими кумирами, які уже отправились над починок, каб набрацца сил перед новым сезоном. А для хоккеистов такое мероприемство яшчэдна макчымасць сказаць дзякуй балельщикам. У гэтым сезоні трибуны па ступені, па трымкі пабілі усе рекорды. Пасляхы этага матры хоккея отправіліся на трибуны. А на лёд выехалі усе команды хоккейного клуба «Гомель», ад пачынаючых свой шлях на лядовой арене до мастітых рысяў «Экстралиги». У гэтым сезоні прызов хапае. Тры команды юнаков складзіны з хоккейста ў 1998-х, 99-х, 2000-х і 2001-х адоў «Нараджэння». А трымалі сарэбраныя медалі національных першынстваў. Трэцімі ў чемпіонаті Беларусі ў минулым сезоні сталі гульцы высшейшай лігі – каманда «Гомель-2». Асновная каманда хоккейного клуба «Гомель» свой сезон у «Экстрализі» таксама скончыла з бронзавымі медалями. Лепшы з лепшых таксама атрымалі падякі і падарункі ад управлення спорту і турызму гомельскага аблывы канкама, спонсараў і балельщыкаў. Цяпер ў хоккейістаў ад пачынак, але не так шмат часу да новага цыклу падрыхтокі, новага сезону і новых перамох. Кубак Беларусі па гандболі яшчэнна год прапішацца ў абласным центры. Жаночая каманда гандбольнага клуба «Гомель» стала пераможцам фіналу 4 розыгрышу трофея. Галоным сапэрнікам Бэнтэу Белас. Гомель ехаў на турнір у рангу ладаніка трофея. У минулым годзе ў жлобіні, дзе проходзеў фінал 4, афіша галонага матчу была такожа. Гомельшанкі тады перамаглі Бэнтэу з лікам 23-20. У гэтым годзе фінал был не такім лёгким, темболь, што Бэнтэу гуляў практична дома. Перамогу гомельшанкі вырвалі толькі ў авертайме, хоть оформить Віктору основный час, были ўсе махчимості. Перешкодзели ўласны аж помылки. В Ніковой лігавы льні 30-29. Са счёт характера, наверное, за счёт эмоций и внутреннего, то, что мы смогли внутренне перебороть себя, своё волнение, мы смогли до конца доіграть, до последней минуты и сделать перевес в нашу пользу. Перши тренировка пасля перамоги у турниры. Гандбалістки разминаются і дають інтервію журналистам. Тут же на столе возвышается трофей. Побачь кубок за перамогу у Балтийской лізі, здобутую два тыдні тому. Головний тренер Гомеля Томас Чатор не утуєває, что мета на сезон выиграть три трофеї. Два з їх уже у кишені. У мене є ціль выиграть все три ліверіки. Тоже, як готовиш торт, сначала делиш бисквит, это била Балтика, потім фрукты, это били кубок. На концу надо ще сметану, і успехи будуть здесь. Те удастся Томас Чатору і його подопечним прогадавай до Гачака на чемпіонський десерт для гомельських заузятара удавідаємся хутка. Перший матч финальной сіры отбудеться уже 7 мая у Гомеле. Максим Савін, Вольга Вальченко, Валерий Гапанько, телерадиокампанія Гомель. На гэтым наш выпуск завершений. У студии працювала Наталья Гнаценка. Толькі добрых вам новинов і до новых сустріч у ефірі. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!